Купили дед с бабкой радио и воткнули в электрическую розетку. Вначале было тихо, а потом пошел дымок. Бабка спрашивает, а чего это они ничего не говорят? Тихо, бабка, сейчас покурит, а там глядишь, чего и скажут. Я что-то увлеченно рассказывала мужу в машине, минут 10 без перерыва. Заметила, что он несколько раз машинально пытался убавить звук на радио, которое было выключено. Хозяин дома показывает гостю новый радиоприемник. Прекрасная вещь, ловит всю Европу. И при том всю сразу, добавляет жена. Идет мужик по полю, косит. На груди его висит транзисторный приемник. Уважаемые жители в хозяйствах Уйского района. Вещает приемник. Вчера вечером в районе села Зюткили приземлилась летающая тарелка. На ней к нам прилетели дружелюбно настроенные гуманоиды. Если вы их встретите, пожалуйста, без резких движений. В простых доходчивых выражениях объясните, кто вы, откуда, чем занимаетесь. Не бойтесь, они не сделают вам ничего плохого. Приметы инопланетян приземистые. Руки до земли, лица красные, глаза немного на выкате. Пожалуйста, если вы встретите кого-нибудь из них, сообщите в областной центр по проблемам НЛО. Мужик ухмыльнулся в бороду. Ишь, придумают же эти городские. И спокойно косит дальше. Докосил до конца поляны, поворачивает обратно. Смотрит. Ба. Сидит. Приземистый. Руки до земли. Рожа красная и глаза на выкате. Мужик трясущимися губами произносит «трава». Показывает на землю «коса», на косу «косарь». Тыкает пальцем в себя «кошу». Изображает соответствующий процесс. Инопланетянин Нислова. «Трава», «коса», «косарь», «кошу», повторяет мужик. Опять молчание. Мужик тоже замер, не к добру, видать. Вдруг инопланетянин оживает и, показывая в сторону леса, говорит лес. Показывает на себя. Лесник. Сижу. Сру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok